Расскажите, пожалуйста, про экспедицию, которая сейчас проходит в Армении. Кармирблур связан с историей Эрмитажа. Здесь работал академик Борис Петровский. И помимо всемирно известной крепости Тешибаини, он также исследовал могильник Кармирблур, который находится у подножия крепости. И мы на данный момент проводим свои археологические исследования совместно с музеем Эребуни, совместно с Микаэлом Бадаляном на территории этого памятника. Из интересного можно сообщить, что и в этом году, и в прошлом мы нашли новый тип погребальной конструкции. И это такая очень интересная черта погребального обряда. Раньше на Кармирблуре археологи это не встречали. У нас есть такие большие круги вокруг погребений, и это связано с мировоззрением людей того времени. Мы знаем таких памятников на Кармирблуре пока всего два. Один мы нашли в этом году и один в прошлом. Так называемые кромлихи. Они сделаны из больших плит, выполненных из туфа и базальта. И это такая интересная черта Кармирблура. Завтра мы начнем исследовать само захоронение и узнаем, что оно от нас скрывает. А вот после того, как вы закончите делать раскопки, что будет дальше с ними? Мы отреставрируем эти вещи, мы их нарисуем и совместно с нашими коллегами будем их изучать. Будем представлять на конференциях в Ереване и в Санкт-Петербурге. Будем показывать нашим коллегам-археологам и будем совместно публиковать эти интересные материалы. Потому что это результат нашей совместной работы и это очень важно. Потому что, повторюсь, таких памятников до этого мы на Кармирблуре не видели. Вы сказали, что вот эти раскопки не будут вывезены из Армении. И что есть в планах сделать это, как в некоторых европейских городах. Покрыть стеклом, чтобы посетители имели возможность прямо на месте посмотреть. Да, конечно. Все, что мы находим, все остается в фондах музея Рибуни. Это их территория, это их собственность. Поэтому мы приезжаем помогать работать. Мы совместно работаем, находим. И далее это все хранится в фондах музея Рибуни. И, насколько мне известно, есть планы по постройке музея. Это было бы очень хорошо для жителей Еревана и не только Еревана, а всей Армении. Если бы дети, семьи, все могли бы приехать на Кармирблур, зайти в здание нового музея красивого. И увидеть своими глазами находки, которые были сделаны археологами на протяжении последних 70 лет. И увидеть эти комплексы вживую. Поэтому то, что мы сейчас исследуем, мы не закапываем, а мы это оставляем для проведения дальнейшей музеификации. Если будет построен музей, то, как он планировался, то у нас будет возможность такой музеификации. И посетители своими глазами смогут увидеть, как выглядели эти древние памятники. Вот раскопки Кармирблуры, они связаны с именем Бориса Петровского и начались еще в конце 30-х годов. Почему раскопки были приостановлены на столько времени и что тогда уже стали раскапывать вначале? Копался Кармирблур, исследовался очень долго. Но исследовалась главным образом крепость Тишибаини, и она была исследована полностью. Последний год раскопок, если мне не изменяет память, это 1973. То есть на протяжении очень долгого времени Эрмитаж совместно с армянскими коллегами проводил здесь работы. И сотрудники из Эрмитажа сюда приезжали. А сейчас мы возобновили вот эту нашу такую деятельность. Будем надеяться, что у нас получится. И что вот эти ростки, они сейчас дадут какой-то результат, дадут всходы. И мы продолжим здесь работать, как это было исторически. Насколько мне известно, посетители Эрмитажа также имеют возможность отчасти познакомиться с культурой Армении, Армянского Нагоря. Есть залы, которые представляют Армению. Да, у нас есть зал Кавказа. Один из них носит имя зала Бориса Борисовича Петровского. Есть зал директора Эрмитажа тоже Арбели, средневековой Армении. И на данный момент в зале Бориса Борисовича Петровского работает также уголок Рябуни в Эрмитаже. И там присутствует витрина с экспонатами из музея Рябуни. До февраля 2025 года приглашаем всех посетить. Спасибо большое за интервью. Редактор субтитров А.Семкин